Добрый день, друзья. Меня зовут Сергей Ярманов. Я руководитель группы разработки Backend в компании Positive Technologies и рад приветствовать вас на нашем квартирнике. Разработчик и аналитик снова не договорились. Мы сегодня поговорим о границах взаимодействия аналитиков и разработчиков, о границах ответственности, стоит ли отстаивать эти границы, где они проходят и как выстроить коммуникации между этими двумя ролями. И сегодня в этом мне будет помогать моя соведущая Ира Мачульская. Приветствуйте, пожалуйста, Иру. Всем привет, спасибо. Меня зовут Ирина. Я ведущая аналитик в компании Positive Technologies, работаю вместе с Сергеем. И сегодня мы предлагаем вам обсудить озвученную выше тему. Мы будем задавать уточняющие вопросы, поэтому подключайтесь, пожалуйста. Также нам будут помогать в этом приглашенные эксперты, как со стороны системного анализа, так и со стороны разработки. Пожалуйста, познакомьтесь. Евгений, представьтесь, пожалуйста. Я Евгений, аналитик с очень-очень большим стажем и разными отраслями. Сегодня я занимаюсь как непосредственно системным анализом, так и обучением системных аналитиков, ну и также организацией мероприятий для системных аналитиков. Ну, кроме того, один из авторов телеграм-канала «Системный подход» и одноименного канала «Системный подход» в YouTube. И с темной стороны силы сегодня я согласился любезно ответить на вопросы. Андрей, пожалуйста, представься. Меня зовут Андрей, я старший разработчик в Яндексе. Я преподаватель в школе бэк-энт-разработки, и я сам себе аналитик. Здорово. Спасибо, Андрей. Друзья, у нас сильно ограничено время, у нас всего 45 минут на квартирник, и дискуссия будет проходить в рамках регламента. На ответ дается, ну, на ответ или на мнение дается 2 минуты. Я буду следить за временем и по истечении этого времени прерывать. Когда время будет к концу, я вам буду показывать. 3-30 секунд, 2-20 секунд и так далее. Я думаю, вы поняли. Вот. И прежде чем мы начнем, давайте немножко, чуть-чуть в одну и проясним вопрос. А, пожалуйста, поднимите руки те, кто точно знает, кто такие разработчики, ну, или программисты в более узком смысле слова, и чем они занимаются. Смелее, смелее. Можно выше поднять, чтобы было видно. Так. Хорошо, спасибо. Опустите, пожалуйста, руки. А теперь те, кто точно знает, кто такие системные аналитики, чем они занимаются. Здорово, спасибо. Ну, чуть поменьше, да? Примерно одинаково. Одинаково, да. Тем более, что аналитики понимают, кто такие разработчики. Да. Ну, окей. Давайте тогда уточним этот вопрос у наших экспертов, да? Спросим, кто такие системные аналитики и чем они все-таки занимаются для той половины, которая, ну, не очень хорошо разбирается в этом вопросе. Евгений? Я дам слово разработчику, чтобы потом под ним поехидничать и сказать, что они нифига не понимают. А ты хорош. Хорошее начало. Да. Кто такой системный аналитик? Кто такой системный аналитик, да? В моем понимании, некоторый такой сказочный персонаж, который собирает требования заказчика, как-то их формализует, приходит и приносит в команду разработки и в реальном мире не встречается. Ого. Ну, у нас тут поднимали руки аналитики, значит, все-таки они встречаются. Спасибо большое. Возможно, мы в сказку попали просто. Ну, очень приятно. Давайте послушаем Евгения. Ну, я скажу, что он сказочный товарищ на его заявление. Не буду продолжать, так как за это могут выгнать. Кто такие все-таки системные аналитики? Если говорить долго, то на этот повод у меня есть целый вебинар, под названием «Размышления системных аналитиков». Он там вместе с ответами на вопросами два с лишним часа идет. Кому интересно, посмотрите. Если вкратце, когда меня спрашивают, как ты характеризуешь свою профессию, я говорю, это человек, который ходит, задает глупые вопросы всем, чтобы потом не получить глупых продуктов. Отчасти, что делает системный аналитик? Чтобы не получить глупый продукт, он задает правильные вопросы, которые окажутся глупыми всем заинтересованным лицам. Для чего? Для того, чтобы сформировать непротиворечивую модель требований к будущей системе. Такую единую. И этот набор требований, уже переведенный на язык разработчиков, он дает разработчику. Ну, разработчик получает не всю модель, а, как правило, только конкретном задании. Он смотрит, ага, мне нужно сделать такую функцию, которая работает с такими данными, с такими характеристиками. И тем самым, так как ему не надо погружаться в предметную область, потому что за это для него сделал аналитик, он убыстряет свою работу и допускает меньше ошибок. Ну, вот вкратце про системного аналитика. Спасибо, Евгений. Ну, мы тоже подготовились и посмотрели, что же требуется от вакансии системного аналитика на рынке. Зашли на всем известный сайт по поиску работы и выделили там такие ключевые компетенции. Во-первых, что касается анализа, да, это как раз-таки работа, взаимодействие с заказчиком и с другими заинтересованными лицами. Также это сбор, анализ и формулирование требований, введение их в актуальном состоянии. Вот, но про это все в основном знают, да, а дальше все думают, что ну вот, он подготовил документацию и потом ходит общается со всеми. Но требования к аналитику на этом не заканчиваются. Также в вакансиях пишут, что аналитик должен уметь прототипировать UX, да, работать в FIGME. Вот, со стороны тестирования он должен проводить приемочное тестирование, где-то и тест-кейсы писать, да, и не только приемочное тестирование проводить, а прям нормальное тестирование проводить. С другой стороны, также навыки менеджмента ему нужны, то есть он составляет, декомпозирует задачи, отдает их в разработку. И навыки разработчика, да, в которых указываются там знания БД различных, да, реализационных, нереализационных, знания там брокеров сообщений, вот, про чистую архитектуру, да, про проектирование рестапи, вот, и многое другое. То есть этот список может продолжаться, и действительно мы видим, что у аналитика много различных ролей, вот, и требования к нему в разных вакансиях выставляются по-разному. Может быть, поэтому у разработчика складывается впечатление, что это какой-то сказочный персонаж. Сергей? Ну, я думаю, не то, что сказочный персонаж, скорее это похоже на какого-то full-stack айтишника, вот так вот, у меня впечатление. И все за одну зарплату. Да. Не только айтишник, но еще и даже немножко гуманитарий, наверное. Софт-скиллы, да, должны быть. Ну, вообще, мы действительно взяли первые четыре попавшиеся вакансии, мы не придумываем, вы можете проверить, провернуть тот же самый эксперимент. И среди этих вакансий, я тоже скажу, что это не какие-то нишевые компании, в том числе очень крупные такие компании. Давайте, наверное, знаете, адресуем вопрос залу. Действительно, вот кто как считает, действительно ли аналитик должен уметь проектировать REST API и структуру базы данных, например? Есть желающие высказаться? Угу. Ну, немножко расширю, да, ответ. Вот, продолжу историю о том, кто такой, собственно, системный аналитик. Наверное, это какой-то помогатор, в первую очередь, для разработчика, который будет ходить там выносить мозг, чтобы бизнесу, чтобы бизнес не выносил потом мозг разработчику. Вот, а в плане того, что нужно уметь, да, как бы, ну, понятно, что в разных компаниях по-разному эти какие-то требования к скиллам отличаются. И где-то аналитики делают одно, где-то другое. Но по своему опыту замечу, что, да, мы должны учиться работать с этими техническими скиллами, чтобы потом, когда мы придем с требованиями к разработчику, мы могли это обоснованно ему подать, сказать, почему я придумал вот такое. Вот так спроектировал какую-то систему, какой-то сервис новый или еще что-то, чтобы разработчик считал не просто сказочным персонажем, а коллегой, который здраво может оценить вот ситуацию и действительно может помочь. Потому что если аналитик может просто написать список, нужно сделать кнопочку, после этого должно отлететь письмо, ну, как бы, мне кажется, любой нормальный разработчик, он будет считать, что, ну, это вот просто человек, который писульки какие-то пишет и не может что-то, ну, сделать и спроектировать и на равных работать с разработчиком. Спасибо. Можно вопрос еще? Тоже не ответ на ваш вопрос, но, так скажем, еще один вопрос накинул. А вы не сказали, вы говорите аналитик или системный аналитик, а бизнес-аналитик, какая его роль здесь? Если системный аналитик ходит с вопросами и задает их всем, что сделает тогда бизнес-аналитик? Или вы смешиваете эти роли? Можно я отвечу? Хорошо. Так, чтобы, чтобы это, долго не ругаться, я всех в это время посылаю читать профстандарты, да? Вот как пошлю, так пошлю, и люди идут, и нифига не читают, и потом появляются соответствующие вакансии. Кратко объясняю, как у Усоцкого для невеж, да? Завтра уезжаем в Будапешт. Так вот, в этих стандартах есть разница. А бизнес-аналитик, если вы внимательно почитаете стандарты, там вообще ничего про IT не сказано. Это человек, который улучшает процессы предприятия, оптимизирует. А вот системный аналитик – это тот, кто, по сути дела, создает модель требований к ТЗ. То есть он к IT имеет отношение, а бизнес-аналитик нет. Но это один из таких хайповых вопросов в нашей теме. Поэтому вот, если доживем, то в следующем году, вот прям, обещаю такой квартирник. На самом деле, в этом году я подавал тоже такую тему. Но хайп с чатом GPT все перевесил. Да, есть на самом деле бизнес-аналитики в IT. Как только аналитиков не называют. Но проще, чтобы избежать путаницы, назвать это просто аналитиком. Потому что как системный, так и бизнес-аналитик, он может выполнять абсолютно разные функции. И, допустим, что нам требуется для разработки, какие слои. Это как раз таки бизнес-слой, пользовательский слой, функциональный и системный, на котором происходит проектирование. И уже от особенностей роли аналитика он затрагивает те или иные слои. И если в команде есть отдельно бизнес-аналитик, да, то он работает с двумя верхними слоями, а системный уже с последующими. Но там нет четких границ, поэтому все это дело перемешивается. Также, помимо бизнес-аналитика, этими вопросами может и продуктовнер заниматься. Вот. Спасибо. Ну, друзья, давайте тогда чуть еще уточним вопрос. Я говорил про, должен ли уметь, да, должен ли уметь проектировать рестапи, там, проектировать схему БД, еще какие-то вот навыками с кивами обладать. А должен ли аналитик заниматься этим в команде? Вот как вы считаете? Или есть другие все-таки роли, которые более как-то подходят для этих задач? Есть желающие высказаться? Я считаю, что если в команде есть разделение на бизнес-аналитика и системного аналитика, то системный аналитик должен проектировать рестапи и модель данных и так далее. Если нету разделения, то аналитик, ну, он просто тупо не успеет это все сделать. И с заказчиком обсудить все требования, что они хотят, каким цветом, кнопочки и так далее, как там должно все раскрываться в табличках, вот. Еще и модель данных и там базу спроектировать и рестапи, ну, просто не успеет, это будет полгода этим заниматься, вот. Спасибо. То есть ты считаешь, что проектировать рестапи должен все-таки аналитик? Ну, системный аналитик? Если есть разделение, то системный аналитик должен это делать, да. Хорошо, спасибо. Еще мнение? Я считаю, что аналитик любой, в принципе, должен знать и базу данных, и рестапи, потому что как только аналитику приходит запрос на разработку чего-то, то он должен знать, а что у нас вообще в базе данных есть, как бы, есть ли у нас запросы, которые вытаскивают нужную нам информацию, потому что если клиент хочет, чтобы у нас появлялись единороги, которые будут определенного цвета, которые у нас есть в базе данных, и мы такие, да, вообще без проблем, у нас разработчики все вытащат из базы данных. Потом ты пишешь требования, приходишь к разработчикам, а они такие, ну, вообще-то мы цвета не собираем вообще, и мы не знаем, куда это впихнуть. Как бы, иди передумывай, а у тебя сроки уже горят, поэтому перед тем, как прийти к разработчикам с какими-то требованиями, ты должна убедиться, что там действительно есть такая информация, что ты действительно можешь ее получить, либо нужно поставить бэкендерам задачу на то, чтобы они либо сами разработали API, если так принято, либо самостоятельно написать им вот этот вот запросик, в принципе, не очень сложный. Вот, как бы вот в таком случае у всех экономится время, и разработчик действительно понимает, что ты не просто фигню какую-то попросил, а что ты действительно понимаешь, что в продукте есть, и как его дальше развивать. Конкретно уносишь. Пока передают микрофон, подержу девушку, да, таким это. Если ты приходишь к разработчикам и просто передаешь, а чего там хочет заказчик, не проверив, не противочировав требований, то ты не аналитик, как в том анекдоте. Ты тот, кто передает. Здравствуйте. Я со стороны разработки, наверное, скажу свое мнение. Мне бы хотелось, чтобы аналитики говорили, что надо сделать, а мы бы уже придумывали, как это сделать, как это реализовывать. Потому что если аналитики приходят и говорят, вот надо сделать вот такой метод REST API, вот с такими параметрами, я могу сказать, да, блин, тут вообще GRPC надо взаимодействие делать, при чем тут вообще REST, о чем вы говорите, тут нет в этом смысла никакого. Или то же самое интеграционные события, может быть, надо послать. Может, взаимодействие там вообще через Рэббит идет или, ну, куча разных вариантов, на которые уже мы, как бы, как разработчики ответственны за эти все моменты. И, ну, как бы аналитика системная, первичная, она не отменяет, по моему мнению, проектирование со стороны разработчиков. Все равно после передачи и системного анализа идет этап проектирования, ну, разработки. Вот. У меня все. Я хочу с вами работать в команде, но только выучите, что нет такого понятия системная аналитика. Системный анализ. Я хотел бы поддержать девушку со стороны разработки. Я полностью согласен с тем, что аналитик должен отвечать именно на вопрос, что нам нужно. А детали реализации, он может, конечно, вникать, если хочется очень сильно. Но все-таки мы, как разработчики, обучены именно отвечать на вопрос, как мы это делаем. Поэтому нам достаточно сказать, что мы хотим это, это, это и вот это. И мы уже там сами в свагере можем накидать какие-то там RESTful схемы, опять же, или там взаимодействие через те же очереди или как-то по-другому. Спасибо. Давайте я чуть-чуть дополню. Да, и передадим еще раз микрофон в зал. Можно, пожалуйста, вот сюда вот микрофон? По моему мнению, аналитик, он должен, по крайней мере, обладать этими знаниями и в течение всей своей карьеры их накапливать и улучшать. То, что случаются такие ситуации, когда там аналитик выбрал не тот подходящий метод, но это не значит, что никто другой не ошибается. Да, соответственно, ему нужно там подучиться. Вот. Для чего ему нужно чисто теоретически эти знания даже иметь? Во-первых, там часто приходится читать спеки API, да, потому что аналитик системный, он занимается интеграцией. Чтобы синтегрировать там две и более систем, да, вам нужно понимать, как они будут интегрироваться. Соответственно, вам нужно понимать вообще, что такое API, как идет взаимодействие между системами. Это во-первых. Но это на уровне знания. Второй вопрос был про умение проектировать. Когда мы проектируем, мы изначально тоже на разных уровнях абстракции это делаем. То есть когда к нам приходит какая-то задача непонятная, и нужно в итоге получить какую-то спроектированную там либо API, либо там кусок архитектуры, да, вот. Естественно, мы сразу там не расписываем все детали. Мы сначала это на концептуальном уровне, да, обговариваем и описываем. Также уже на этом уровне мы можем согласовать с разработчиками, правильно ли, в правильную ли сторону мы вообще движемся. Следующий уровень идет уже логический. На нем появляется чуть больше деталей, но, опять же таки, это не конкретная реализация. Там не указано прям вот что, такой-то end point, да, такие-то параметры, такие-то типы данные здесь и там передавай. Вот. А когда мы уже переходим на физический уровень, там мы это уже можем описать, да, вот. И тут зависит от того, как вы договоритесь как раз-таки с разработкой. Делает у вас этот физический уровень описания разработчик или все-таки аналитик. Вот. И здесь существуют разные точки зрения, да, что такой артефакт, как спека API, да, она все-таки пишется разработчиками. И чтобы не описывать спеку API, там, допустим, в конфлюенте, ее постоянно редактировать, у нее одна точка входа, да, одно место редактирования, и этим занимаются разработчики. Соответственно, здесь такое может быть разделение. Спасибо. Давайте послушаем мнение. Можно секундочку? Я вот... Пожалуйста, друзья, поднимите руки те, кто умеет читать книжки. Читать книжки, кто убеет. Хорошо, спасибо. А кто умеет писать романы? Кто написал роман? За свою жизнь. Смотрите, мне кажется, тут в плане такого артефакта, как спецификация API и вообще описывание интерфейсов, у меня однозначное мнение, этим должны заниматься разработчики. Почему? Потому что разработчики, они с самых низких грейдов проектируют интерфейсы и реализации. То есть мы это делаем, начиная с малых каких-то компонентов, с малых зон ответственности. Сначала Джун учится там три метода как-то скрестить, там декомпозировать функции, уровни, абстракции, это все разложить в каком-то одном модуле. И так он растет выше-выше. Потом, когда он становится постарше, ему даются более какие-то высокоуровневые задачи, более объемные там сферы ответственности. И когда он дорастает до архитектора, архитектор может спроектировать большую обширную систему. И у архитектора, на архитекторе лежит огромная ответственность в том плане, что если архитектор ошибется где-то с дизайном с высокоуровневой в системе, то потом болеть будет у всех. Потому что это надолго, это пролезет много куда, и это будет потом очень сложно переделать. Все знают эту диаграмму костов, да, там типа ошибка, которая на ранней стадии проектирования выявлена или на поздней. Вот. И аналитик для меня, он такой самозванец, который через черный ход входит и говорит, ну что, я же тоже архитектор. Ребята. Давайте дадим слово в зал. Подождите, ребята очень ждут давно. Кому-то сейчас выскажу все, что это, насчет самозванца и архитектора. Покажите мне аналитика, который говорит, что он архитектор. Есть такие, поднимите руки, аналитики, есть такие. Но кто тут сказочный персонаж? Да, пожалуйста. Подождите, сначала девушка была. Сергей, я вот как раз со стороны разработки, но я с тобой не соглашусь. И сейчас вот выскажу мнение, надеюсь, ты тоже скажешь, что твое мнение не всегда верное. Когда речь идет про API, там спецификацию API взаимодействия фронта с бэком, тут я с тобой согласен, разработчики разберутся сами. Представь, если у тебя продукт, который ты как сервис продаешь, именно API, кто будет вот эту спецификацию писать? Разработчик? Он будет ходить по клиентам, выяснять, что им нужно? Очень сомневаюсь. То есть, ну, представь, ты вот до дата. Знаешь, что сервис, да, который по API достает вот это. Вот эти спецификации писали, думаешь, разработчики, какие данные там клиентам нужно отдавать, какие запросы от них будут приходить? Или все-таки системные аналитики с бизнес-аналитиками выясняли потребности клиентов, а потом с ними пришли и сказали, вот нам нужно такое вот API. Возможно, не в виде спецификации, но как минимум, какие нужны данные на вход, какие на выход. То есть, ситуации бывают разные. Где-то разработчики разберутся быстрее, где-то разработчики ленивые скажут, вот системные аналитики идите, сходите там, выясните, что все-таки нужно. Пока вы друг друга от не убили, я все-таки предложил сделать следующее. Давайте договоримся о терминологии. Потому что спецификация требований – это одно, и я с тобой полностью согласен. А вот, допустим, реализация, как это будет, допустим, в REST происходить, это другое. Тогда тут право. Я говорю, что это все-таки спецификация требований или описание в JSON-е метода. Вполне возможно, что описание в JSON-е метода, если клиент придет и скажет, мне нужно именно вот такой ответ. Мы вообще-то в анализе. Нет, я такое не делаю, я просто предположил. Давайте двигаться дальше, так как время идет, не все еще успели высказаться. Пожалуйста, слушай. Ну, мне кажется, я попробую разрешить ваш спор, молодые люди. Давайте вспомним компетенции аналитика, что аналитики – это те люди, которые умеют действовать в условиях неопределенности. Если мы говорим про задачи согласования метода или формата входных-выходных данных, то, наверное, разработка может этим заниматься. Возможно, она не хочет, но она явно может это делать. И давайте тогда аналитика отправим на задачи с высокой степенью неопределенности, где нужно пройти фазу, например, discovery, и где разработка точно некомпетентна. Вот если мы работаем в продуктовом подходе и командами, то, очевидно, задачи можно распределять, делегировать и совместно доставлять ценность. Вот. Спасибо. Тогда есть еще у кого высказаться по этому поводу? Все-таки аналитика – это больше про взаимодействие с предметной областью, потому что, каких бы ни были умные программисты, на самом деле разработчики, в предметной области очень часто бывают такие вещи, которые, ну, они совершенно неочевидны. Там процессы, которые отличные от процессов технических. И, соответственно, если аналитика это не учтет, любой продукт может потом посыпаться. Соответственно, важную часть требований, потому что там кроме требований к капе, еще бывают требования к времени исполнения, к определенным форматам дополнительным, что должны получать, дополнительно что храниться должно, какие данные, потому что из этого потом аналитика получается. А это, соответственно, разработчик не сделает. Это обязательно должен делать аналитик, который взаимодействует с заказчиком. Причем заказчик часто не знает, ему как раз он посередине стоит, он должен взаимодействовать с тем и тем, потому что заказчик очень часто тоже не знает, что могут сделать на той стороне. То есть разработчики, это тоже проблема, на самом деле, большая. То есть они хотят, а сформулировать-то не могут. Или у них формулировка идет, там логический разрыв получается. То есть формулируется человеческим языком нормально, а когда начинает доводить до кода, оказывается, блин, а там логический разрыв идет, его нужно тоже преодолевать, а это кто-то должен. Это, наверное, аналитик все-таки, потому что разработчик этого не сделает никак. Спасибо. Я еще пару слов добавлю. Вот к тому, что говорил Антон и к тому, что сказали вы. Все-таки давайте определимся о бизнесу. Вот бизнесу, клиенту, ему разве рестапи нужны или методы нужны? Наверное, нет. Ему нужна какая-то функциональность. Я вот как раз приводил пример, когда рестапи является бизнесом, то есть это продуктом, который продается. То есть если компания продает API как продукт, то, возможно, как раз формирование вот этого продукта, этим должен заниматься темно-аналитик. Наверное, она продает сервис все-таки, который... Ну, давайте на API не останавливаться. Мы очень долго эту тему обсуждаем. Есть немного другой вопрос, раз мнения чуть-чуть расходятся. То, что мы поняли, что аналитик должен, по крайней мере, это знать. Дойдут ли у него руки и фантазии спроектировать это и сделать это правильно, это другое дело. Но так как мы видим, что такие запросы все равно есть в некоторых компаниях, то есть у них есть требования к аналитику, чтобы он в верхнем уровне мог спроектировать как базу данных, так и то же самое рестапи. И ситуация получается, если, допустим, разработчик говорит, что нет, я сделаю это сам, вот, а у аналитика остаются только как раз-таки какие-то навыки с предыдущих мест работы, да, то как в такой ситуации действовать аналитику, да, нужно ли как-то пытаться залезть на то, чтобы отстоять вот свою границу, что я вот все-таки должен спроектировать, да, а ты потом как бы посмотришь. Давайте сначала спросим экспертов, а потом передадим мнение ЗАУ. Давайте спросим у Андрея. А вопрос-то какой? Как может аналитик приобрести эти навыки, если разработчик не дает ему на практике этим заниматься? Откуда? Как он может научиться проектировать API? Ну, для начала книжки читать, как вариант. А так, в целом, я не считаю, что обмен опытом между аналитиком и разработчиком – это что-то плохое. Нет ничего страшного в том, что придет аналитик и спросит, а скажи, вот там, как у вас это устроено под капотом. И это даже будет круто. То есть я лично не считаю, что аналитику прям необходимо знать полностью все технические вещи, там типа SQL, микросервисные архитектуры. Но если у него есть такие знания, и если он хочет такие знания получить, тем более, то это круто, потому что это облегчает процесс взаимодействия. Спасибо большое. Но рассказ, он не дает навыков. То есть когда нам перед сном читают книжку про приключения, дети не становятся скаутом. Он погружает в предметную область того продукта, над которым мы работаем. Безусловно. И это, наверное, даже больше важнее, чем какие-то абстрактные теоретические навыки. Давайте спросим у зала. У нас тут есть системные аналитики. Подскажите, пожалуйста, как вы отрабатываете такие навыки и нужны ли они вам? Или это остается только на уровне знаний? Кто хочет высказаться? В любом случае, по-хорошему, аналитик должен понимать, что делать. Но не глубоко. Читать книжки, оно вещь хорошая, конечно, общее представление дает. Но, боюсь, ему нужно либо плотно, регулярно взаимодействовать с разработчиками, чтобы что-то понять. Либо самому иметь опыт, грубо говоря, вырасти из разработчика. Может быть, проще. Но, опять же, у всех разные же бэкграун бывают. Потому что это как бокс. По-теоретически ты его не учишь. Пока ты не начнешь практически делать, ну, да бесполезно. Ничего не получится. То же самое здесь. То есть, все равно нужна какая-то практика. То есть, это взаимодействие. Он растет только так. Ну, то есть, практику-то как он будет получать, если разработчик говорит, что не надо? Ну, окей. Евгений? Сейчас я подберу слова, чтобы это. В очередной раз меня не считали за грубого дядьку, который... Только считает, что нет понятия системный аналитик, а только системный анализ. Ну, у каждого свои фишки. У меня профдеформация. По поводу, где учиться, да, и учиться ли на практике. Ну, тут я всегда говорю следующее. Давайте различать роль и должность. Вот роль – это то, что описано в стандарте. Да? Вот про роль я сказал вначале, кто такой системный аналитик. Когда начали говорить про то, что хотят другие компании, подразумевая под системным аналитиком, вот они как раз хотят и должность. Чтобы системный аналитик не только выполнял роль системного аналитика, но и разработчик, и техписателей, тестировщик, и все за одну зарплату. И будет это написано как системный аналитик. Но это не роль. Вот в роли системного аналитика моя задача, если относительно того же API говорить, требования задать, что должно сделать и какие данные передать. А как это воплотить в методе, в каком формате, в каком это. Если нету ограничений собранных, как не функциональных требований, это уже сфера разработчика. Далее учиться надо или не надо системному аналитику понимать JSON, XML, то, что должен разработчик переводить. Я считаю, надо делать это он не обязан с точки зрения подачи, но чтобы лучше понимать, чтобы разбирать примеры. Например, когда у нас нужно задать требования к интеграции с уже готовым IP другой компанией, чтобы восстановить их оттуда, я должен, конечно, разобрать XML и JSON. Вот на этом уровне вполне достаточно. Спасибо. Кто-нибудь хочет еще на эту тему высказаться? Давайте тогда другой вопрос. Про API очень долго действительно говорим. Также было озвучено, что аналитики занимаются также проектированием, прототипированием, прошу прощения, прототипированием UX UI. Также тестированием, тест-кейсы, приемочное тестирование, либо тестирование в целом, плюс менеджерские какие-то обязанности. Скажите, на вашей практике аналитики занимаются такими задачами или нет? Или, опять же, это что-то из области фантастики, и аналитик тоже должен только про это знать, но никак в этом деле не заниматься этим конкретно. Ну вот у нас, например, в проектах получается аналитик, когда прописывает требования, он плюс к этому еще накидывает какие-то макеты. Плюс как бы можно и фигмин рисовать, можно там, я, например, дроу его люблю, накидал квадратики, в принципе, уже понятно, как это должно выглядеть, передаешь разработке, они это понимают. Какое-то время даже приходилось рисовать чуть ли не карандашами, цветными маркерами. То есть какое-то прототипирование, оно необходимо для того, чтобы если у нас там 70 страниц ТЗ, которые, как оказывается, разработчики читают по диагонали через строчку, и потом, когда ты им указываешь на то, что как бы тут было 4 пункта написано, ты сделал как бы первый, второй и четвертый, как бы где третий, ну, не заметил, не увидел. Вот, как бы когда есть прототип, хоть в каком-то виде, это уже повышает вероятность того, что заметят, что чего-то не хватает. Можно я вопрос вам задам? Как аналитик, если вы делаете прототип, вы можете в прототипе учесть такое требование, как скорость обучения пользователя взаимодействия интерфейсом не должна превышать нуля минут? Ну, такое, да, это сложно, без сомнений, но... Я к тому, а какую вы роль выполняете, когда вы прототипы делаете? Я добиваюсь того, чтобы потом, когда я, например, с дизайнером, который как раз вот дизайнер, по моему мнению, должен такие штуки продумывать, вот, когда я общаюсь с дизайнером или с разработчиком, или с архитектором, чтобы мы находились в одном инфополе, да, вот, слово прикольное, чтобы мы одно и то же видели и понимали, про чего мы говорим, потому что иначе у меня будет написано одно, в голове у меня одно, а по факту как бы дизайнер нарисует совершенно другое, то, что вообще не нужно было, потому что дизайнер как бы не может вникнуть настолько в проблему заказчика, чтобы учесть все особенности, и как бы дизайнеры тоже не читают 80 страниц ТЗ. Вот. Ну и плюс, когда мы, получается, разрабатываем, когда разрабатываются требования, еще всегда очень важно с разработчиками общаться и спрашивать у них, как бы, а вы это можете сделать, а может быть, у вас есть какие-то идеи использования каких-то дополнительных библиотек, может быть, у вас есть опыт какой-нибудь другой, вот. И в таком случае, как бы по итогу, ТЗ получится хорошим, и прототипирование очень сильно поможет в разработке потом и дизайна, и последующей разработке, собственно говоря. Спасибо. Да, следующий, пожалуйста. Доводилось работать в компании, не буду называть название, где абсолютно отсутствовал менеджмент, довольно крупная компания, там с эти отделом 100-150 человек. И вот в один прекрасный момент взяли аналитика. Через полгода отдел вырос до 20 человек, отдел аналитики, и по факту аналитики занимались менеджментом. То есть на примере этого можно понять, что аналитики, в принципе, могут легко занять какую-то нишу в компании, которая просаживается, будь это техническая часть или будь это менеджмент. Вот. Ну, там жизнь по-прежнему не изменилась. Ну, в принципе, да, получается, что аналитики – это как бы… Аналитик не может быть человек-оркестр, но при этом может какую-то сферу, какой-то процесс дополнительно дополнить, закрыть дыру. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. У меня ни мнение, ни вопрос. Я просто хочу, чтобы Женя закончил свою мысль вот про UX. Хитренький вопросик вот этот. Хитренький вопросик к тому, что, к сожалению, многие путают и считают прототипы требованиями. Прототипы – это решения. И их можно сформулировать полноценно, только на основе требований. Поэтому, когда вы делаете прототип, вы выполняете роль уже проектировщика интерфейсов, опираясь на знаниями аналитика. Если вы хорошо выполнили роль аналитика, то вы можете на своих же знаниях перейти в роль прототипщика и сделать хороший прототип. Но если вы свою первоначальную не выполнили, а начали через прототипирование добиваться требований, ну, к сожалению, опыт показывает мой, что получается. Ну, то, что получается. Не буду опять говорить грубо. Друзья, у нас время подходит к концу. Ну, наверное, последний вопрос мы поднимем. Поговорили про роли, про должность. Понимаем, что есть должность аналитики, есть роли аналитики, есть еще какие-то другие роли. А вот как вы думаете, в чем именно… Почему так получается, что в основном аналитик – человек-оркестр? Ну, вот мы идем, смотрим IT, смотрим там КОА, но КОА занимается в основном тестированием. Да, бывают там какие-то еще смежные задачи, там, разработчик разрабатывает. Почему вот так получается, что именно аналитик у нас в IT – это человек-оркестр, который занимается всем подряд. Можно я попробую сказать? Да, пожалуйста. Для начала. Дело в том, что в моей практике, по крайней мере, когда была работа с аналитиками, в случае, если возникает какая-то непонятная ситуация, ну, в любой непонятной ситуации спихни все на аналитика. Вот так это работало. Вон, откуда ноги растут, значит, да? Ну, это не я придумал. Оно само… Оно уже так было. Ладно, я бить не буду. Портик казенный. Да, это мое мнение, собственно. Спасибо. Ты правду скажешь. Просто, девушки, прозвучало еще раз про зону неопределенности. Мне кажется, просто, когда появилась сама по себе IT-сфера в свое время, первыми туда попали разработчики, ну, тогда, может быть, они еще инженеры были и как-то по-другому назывались, но вот эта зона ответственности, она понятна. Нужно писать код. Нужно как-то его куда-то поставлять и так далее. А дальше это все начало обрастать другими там ролями, должностями и всем прочим. И где-то вот в какой-то момент, когда появились аналитики, ну, они, наверное, скорее всего, просто хватались сразу за все, а стандарт, который и бизнес до сих пор не читает, заказчики, он появился позже. Поэтому вот за нами закрепилась вот эта неопределенность не только в отношении того, что от бизнес-заказчика нужно выяснить, но и относительно того, что мы в принципе должны делать. На самом деле вопрос более глобальный. Я бы хотел уточнить, что когда появляется какая-то вот новая для компании, для отрасли новая какая-то роль, почему-то все пытаются взять на эту роль какого-то человека в надежде, что это какая-то волшебная палочка, и можно вот этой волшебной палочкой заткнуть все дыры. То же самое было, например, с дата-сайенсом лет пять назад, когда появились там всякие нейроночки, все тоже такие, о, давайте, короче, дата-сайентистов наймем, все проблемы решим. Я думаю, с аналитиками примерно такая же история была в свое время. Ну и отголоски этой истории мы видим сейчас. Спасибо. Я скажу, да, то есть вернусь к началу, про что мы говорили. Если конфликт между разработчиком и аналитиком. Проблема не в конфликте разработчика и аналитика, а проблема в неорганизованности правильных процессов разработки. Вот если они есть, и будут и конфликты разработчика с аналитиком, и с тестировщиками будут, и со всеми остальными. Если выстроены, то таких конфликтов, ну, либо, ну, совсем нельзя сказать, что не бывает, но они тогда, понятно, как их разрешать. Всех ставить в свои процессные рамки. Спасибо. Процессы? Ну, менеджер процесса на продукте, продуктовнер может выстроить. Кто выполняет роль, опять не путаем роли и должности. Роль в любом случае на кого-то можно определить. Вот вы как аналитик можете, скажут, ну, ты же умная, ты понимаешь процессы, ты понимаешь анализ, давай мне тебе еще роль организации дадут. Да, да, да. Все, спасибо, время вышло. Да, давайте финализируем все, что мы обговорили с вами. Спасибо всем большое за участие. Очень много различных мнений было услышано, да, и может быть кто-то из вас вынесет для себя что-то новое, узнает, больше поймет, кто такой системный аналитик и чем он занимается, и чем его, по крайней мере, просят заниматься, да. А сейчас в наше современное время технологий становится все больше, они чаще обновляются, изменяются, информации также становится все больше, и один человек не может объять необъятное, поэтому разработкой занимается целая команда. И уже от организации этой команды зависит от того, как вы внутри распределите все эти роли, которые были перечислены, да, часть из которых на себя берет аналитик. Спасибо. Сергей. Спасибо, друзья, спасибо, что пришли. Спасибо нашим экспертам, что любезно согласились ответить на вопросы, и помните, главное договариваться. Продолжение следует...